Многие психологи связывают высокофункциональную депрессию с персистирующим депрессивным расстройством, которое представляет собой длительное состояние депрессии. Люди с высокофункциональной депрессией могут не чувствовать себя такими беспомощными, как люди с клинической депрессией. Но их депрессия действительно оказывает огромное влияние на качество их жизни. Она сводит к минимуму их интерес ко всему, включая социальные мероприятия с друзьями и семьей. Высокофункциональные депрессивные люди будут ходить в школу или на работу и общаться, когда это необходимо. Но как только они закончат выполнять свои обязанности, они уйдут в себя. Вот семь признаков того, что у тебя может быть высокофункциональная депрессия. Во-первых, ты беспокоишься о времени. Несмотря на то, что ты достигаешь своих целей и выполняешь все свои задачи, тебе кажется, что ты зря тратишь свое время. Даже если ты находишь новое хобби или работу, это все равно кажется глупой затеей. И ты задаешься вопросом, стоит ли тратить все свое время на такую деятельность. Номер два. Ты постоянно критикуешь себя, потому что тебе кажется, что ты многого не достигаешь. Твои ожидания слишком высоки, поэтому ты доводишь себя до предела, что влияет на твое душевное состояние. Номер три. Ты слишком много думаешь. Не имеет значения, насколько серьезна та или иная ситуация, ты все равно начнешь слишком много думать об этом, и в конце концов сломаешься. Номер четыре. Ты чувствуешь, что тебя неправильно понимают. Поскольку большинство высокофункциональных депрессивных людей могут сохранить работу, дом и свои обязанности, люди недооценивают, через какие страдания им приходится проходить. Номер пять. Ты чувствуешь себя опечаленной. Время от времени испытывать грусть – это нормально, но если большую часть времени вы чувствуете грусть или оцепенение, даже когда участвуете в веселых мероприятиях, то, возможно, страдаете от депрессии высокого уровня. Номер шесть. У тебя нездоровые стратегии преодоления трудностей. Так как ты переутомляешься, то можешь прибегнуть к наркотикам или алкоголю, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями. Многие люди, страдающие депрессией, прибегают к саморазрушительным привычкам, чтобы очистить свой разум. Номер семь. У тебя слишком много развлечений. Ты также можешь обнаружить, что постоянно играешь в игры или за поем смотришь сериалы, помимо всего прочего. Проблема в том, что на самом деле ты используешь их, чтобы убежать от реальности. Высокофункциональную депрессию трудно заметить, потому что те, кто страдает от нее, все еще могут продолжать выполнять свои обязанности. Они считают, что у них действительно все в порядке. Но на самом деле это ненормально – жить в оцепенении, грусти и постоянно критиковать себя. Если у тебя действительно сильная депрессия, постарайся найти ее причину. Испытывали ли вы когда-нибудь подобные симптомы или вам ставили диагноз «сильная депрессия»? Если да, то какими методами вы пытались избавиться от нее? Не стесняйтесь делиться своими историями в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели.